Здравствуйте! Это программа Музеи Мания. Сегодня мы находимся в частном музее печатных машинок. Меня зовут Максим Суровегин. Я расскажу вам о становлении печатных машинок, о разных историях интересных о них. Уверен, вы такое не знаете. Начать свой рассказ я бы хотел с машинок Underwood. Почему машинки Underwood? Потому что они самые распространенные в мире. Всего было выпущено более 5 миллионов экземпляров. Здесь вот находится одна из редко сохранившихся машинок со старой раскладкой с Ять. Из интересного, если когда произошла реформа печатных машинок и появилась раскладка без буквы Ять, то война и мир стало на целый том меньше. Машинка Oliver выпускалась в Америке с 1902 года до 1920 года. И все было выпущено более миллиона экземпляров. Примечательная ее конструкция. Еще называют конструкцией летучая мышь. И действительно, когда на ней печатаешь, то происходит как бы шелест. Машинка Mercedes. Один из самых распространенных вопросов про нее. Имеется ли что-то общее ее с автомобильной маркой Mercedes? Ничего общего нету с автомобильной маркой. В 1908 году автомобильная ферма Mercedes была достаточно бедной и выпускала даже концтовары. Производитель пишущих машинок Mercedes купил лицензию на имя марки Mercedes и начал выпускать печатные машинки. Затем было множество судов, но подписано было мировое соглашение, что производитель пишущих машинок Mercedes производит только пишущие машинки. Перед вами находится первая машинка Scholz & Glidden. Она называется еще первая коммерческая успешная выпускаемая машинка. Старт ее производства начался в 1868 году. С этой машинки пошла раскладка QWERTY, которую вы сегодня видите на всех экранах, на телефонах. Я достаю сейчас телефон и видим раскладку точно такую же, как мы видим на этой машинке. Почему произошла клавиатура QWERTY? Существует несколько легенд. Первое, наиболее правдимое, это то, чтобы когда печатаешь, чтобы рычаги не сцеплялись. И действительно, многие наиболее часто употребляемые буквы находятся в разных концах. Известно, что машинистке приходилось тратить на дело движения до 20 км руками во время дня, когда печатало. Вторая легенда, почему произошла клавиатура QWERTY. Если мы посмотрим и напишем слово TYPEWRITER, что в переводе с английского означает печатная машинка, то все буквы будут находиться в одной строке. Первыми продавцами этой машинки были моряки. Когда они приходили в порт, то они могли очень быстро показать, как быстро можно печатать. Наберли слово TYPEWRITER и таким образом могли продать печатную машинку. Первым владельцем печатной машинки из известных личностей был Самуил Клеменс, он же Марк Твен. И первое произведение, которое было написано на печатной машинке, это «Приключения Тома Сойера». Здесь рядом находится, соответственно, книга, первое издание Тома Сойера. Еще из интересного, да, сохранилось письмо, напечатанное отцом на выставке, когда впервые была представлена пишущая машинка в 1876 году. И он пишет «Дорогая дочь, представляешь, я нахожусь сейчас в женском департаменте и печатаю тебе письмо на пишущей машинке. Пожалуйста, сохрани это письмо». И это письмо сохранилось. Пишущая машинка «Миньон» впервые была изобретена в 1902 году и производилась до 1932 года, то есть практически 30 лет. Несмотря на такую примитивную конструкцию, да, эту машинку я еще называю машинкой со сперром стилусом. Наводится нужная буква, нажимается другой рукой печать, пропечатывается символ. Из примечательного, да, что на этой машинке очень можно было быстро поменять язык, меняется плата, меняется головка, и ты напечатаешь на другом языке. Пишущая машинка «Ламберт» – одна из самых необычных пишущих машинок. Ее изобрел господин Франк Ламберт в 1892 году. Однако в производство она пошла только в 1904 году. Примечательный этот изобретатель еще тем, что он впервые в мире придумал водяной счетчик. Практически таким же, каким мы пользуемся и по сегодняшний день. А все деньги, которые он зарабатывал на производстве водяного счетчика, он направлял в производство машинок. Из уникального данной машинки, да, что литер находится вот здесь вот внизу, и в зависимости от угла наклона пропечатывается та или иная литера. Очень оригинальная конструкция. Называют еще ее конструкцию как диск телефона, очень похоже. Легко представить уже сейчас, как печатать на европейском языке. А что делать с азиатскими языками? Была придумана вот такая машинка. На данной плате находится 2200 иероглифов. Соответственно, оператор должен найти нужный иероглиф, нажать клавишу, пропечатать, иероглиф уходит обратно. Так дальше вот он находит следующий иероглиф, печатает опять. И вот примерно вот такие вот движения постоянно совершает и находит, печатает. Есть вот такие вот запасные кассеты с иероглифами. Вставляется вот такую кассету, и когда надо пропечатать другие иероглифы, меняется вся оплата. Соответственно, перед вами следующий вариант печати на азиатских языках. Машинка Тошиба, которая печатает на японском языке 1970 года. Здесь иероглифы размещены на барабан. Барабан крутится, наводится нужный иероглиф и пробивается. Одновременно здесь сделан такой небольшой паз, где можно поменять быстро иероглиф и вставить нужный иероглиф единично, либо поменять всю планку. Находится вот такой запасной блок с иероглифами и с планками. Перед вами находится машинка для печати по методу Брайля. Одна из самых первых. Это для печати незрячими людьми азбука Брайля. Вся азбука Брайля состоит из шести точек. Слева три точки и справа три точки идут сверху вниз. Можно одновременно печатать хоть шесть точек, хоть одну, и комбинация из них дает всю азбуку Брайля. Соответственно, вот примерно вот так вот нажимается, печатается. Перед вами находится нотная машинка Киатон. Машинки тоже умеют печатать и ноты. Для чего это было сделано? Потому что в те времена нотные партии переписывали так называемые переписчики. Когда они переписывали, как правило, люди не обладали музыкальными знаниями и допускали очень много ошибок. А когда идет оркестр, если ты играешь сам, то ты можешь понять, что здесь ошибка и изменить. А когда идет в оркестре, он происходит фальш. Поэтому были придуманы нотные машинки. Перед вами машинка Киатон, одна из уникальных дизайнов. Передвигается вот таким образом и печатается аккорд. Основное отличие нотных машинок, то что если в обычной машинке, когда нажимаешь клавишу, то сразу происходит сдвиг каретки, то здесь не происходит сдвиг каретки для того, чтобы можно было набрать аккорд. Перед вами находится еще одна уникальная машинка. Это билинговальная машинка, то есть которая печатает на двух языках. Она печатает на немецком и астрологическом языках. Соответственно, предназначена для печати гороскопов. 1938 год, Германия. Очень популярна была астрология. И было выпущено всего две машинки по спецзаказу с астрологическими символами. Данная машинка находилась в обсерватории Дюссельдорфа. Перед вами машинка Ингерсол. Когда на нее смотришь, ты даже не думаешь, что это тоже печатная машинка. Но это является печатной машинкой. Сейчас ведут споры, это печатная машинка игрушечная, игрушка или настоящая печатная машинка. По моему мнению, это настоящая печатная машинка. Ее производил известный в то время производитель Ингерсол, который производил часы и продавал больше 5 миллионов долларов часов. И он решил тоже внести вклад в производство печатных машинок и сделать достаточно простую печатную машинку. Здесь надо было по одной буковке макать и печатать. Соответственно, бумажку делать. Данная машинка 1884 года. Известно всего лишь о 8 экземплярах в мире, сохранившихся в данной печатной машинке. Чуть позже, 2 года спустя, он выпустил вот данную такую печатную машинку, где литеры нанесены на колесико. Надо было просто вращать и нажимать колесико. Машинка называлась «Доллар». Название ее пошло, потому что она стоила ровно 1 доллар. Придаваем плакат, посвященный Кристоферу Шольсу. Если на него посмотреть, то мы можем увидеть, стоят женщины и говорят спасибо изобретателю Кристоферу Шольсу. Здесь написаны слова Кристофера Шольса, что я думаю, что я сделал что-то очень важное для женщин. До изобретения печатной машинки приходилось работать очень тяжело. Ну и хотелось бы рассказать еще об одной машинке. Это Леветти Валентин, 1970 года. Дизайны итальянские, вообще ничем не спутаешь. 1970 года. Она представлена во многих музеях современного искусства в мире. И вообще сейчас, если смотреть на историю печатных машинок, то можно увидеть очень много общего с развитием и с рекламой мобильных телефонов, современных технологий. Перед вами находится машинка стенографическая, 1934 года. Эта стенографическая машинка специально сделана для печати стенографическим текстом. Она печатает на ленте. И благодаря такой конструкции происходит очень быстрая печать. К завершению давайте напечатаем название нашей программы. С вами был Максим Суровегин, владелец частного музея печатных машинок. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok